всем привет вы на канале было бы эта рыбалка но это доброе зимнее утро за окном минус 40 ну как говорится самое время предаться воспоминаниям некоторым своего рода рыболовный рассказ даже ближе просто такое повествование на тему самая лучшая насадка для белой рыбы записываю этот ролик ну потому что за долгую свою рыболовную жизнь у меня накопилось не скажу много но достаточно уникальных рыболовных методов которые я вот смотрю многие люди даже не используют то есть на самом деле многие способы многие но как рыболовные задачи имеют достаточно простое эффективное решение ну например так скажем я вот не вижу допустим нет не так маленько займем многие рыболовные задачи имеют достаточно эффективное решение ну например вот тот же troll ридж ролик набрал уже сто тысяч просмотров значит хотя метод достаточно простой но единичные рыболовы единичные рыболовы в комментариях пишут что я подобным методом ловлю давно там 20 вполне возможно просто я как бы этот метод систематизировал посмотрел зарубежный опыт посмотрел современные приманки посмотрел свои возможности ну как бы все вместе этой соединил проанализировал как бы испытал на практике ну и после успешного испытания назвал этот метод troll ридж назвал troll ридж и даже не имея больших результатов ну как бы вдохновил рыболовное сообщество на новые свершения на новый опыт на новые попытки значит в рыбалке на водохранение в хранилищах значит новый вид троллинга хотя ну как бы как говорится все достаточно очевидно в этом тролл ридже это что касается тролл риджа ну и вот таких других рыболовных методов у меня достаточно много которые решают свои задачи рыбалка на мелководье на реках рыбалка с поверхности это испанский метод значит он у меня на бусте описан зайдите посмотрите те рыболовы которые ловят джериха я вот в россии еще не видел такого то есть почему этот метод ловли жериха на блесну с бомбардой он не распространен но для меня это вообще не понятно у нас в сибири не нет жериха но я этим методом очень успешно очень много лет ловлю окуня с поверхности с в условиях мелководье точно также этого жериха на на волге можно ловить без малейших проблем почему я так говорю потому что у меня так скажем вся родня с волги самары я был на волге ловил рыбу знаю что жериха без проблем можно этим методом ловить проходите на густе смотрите испанский метод ловите этого жериха и пишите что проще способа нет есть другие способы есть способ троллинга хариуса сплавом то есть вообще ну как говорится рыбалка ни о чем ну к чему это все рассусоливаю к чему рассусоливаю ну потому что участвую все много значит многие рыболовы и любители погружены в интернет в ролике вот я смотрю там даже блогеры с миллионными просмотрами ну так скажем в плане рыболовного искусства несмотря на то что они там ловят горы рыбы ну на мой взгляд еще не имеют достаточно достаточно опыта не имеют большого рыболовного опыта хотя ловят очень много но это так скажем можно объяснить тем что человек тот кто часто бывает на воде на на воде кто кто когда-то чем больше закинешь тем больше вытащишь ну по такому принципу ладно значит все в сторону рассказ называется лучшая насадка для белой рыбы лучшая насадка для белой рыбы ну рай там история давнишняя так скажем давайте отмотаем лет 50 назад эти когда я был маленьким мальчиком в деревне у бабушки на даче ну у нас там было несколько рыболов которые уже взрослых мужиков которые ловили карася ну я как бы в то время очень быстро развивался и по тем меркам считал себя очень большим рыболовом то есть в три года папа мне годика наверно в четыре годика в четыре папа показал как ловить пескаря на пляже на речке потом я сам поймал первую рыбку потом значит я научился копать червячков научился ловить пескариков на пляже и уже годам к семи годам к 7 как моменту как я пошел в школу я уже мог за вечер или за день наловите банку пескарей пол-литровую считался большущие рыбалки считался большущим рыболовом то есть ну если не генерал то погоны золотые точно у меня были я с удочкой по деревне шел нес банку с пескарями считался очень большим рыболовом вот ну и значит смотрю мужики привозят раньше-то все по-простому было бамбуковые удочки бетончик для карасей ну и вот уже в 9 утра мужики уже с рыбалки возвращаются уже несут пол бетончика карасей да такие здоровые с ладошку настоящий сибирский карась не вот тот карась который сейчас все ловят по всей стране серебряный карась но вообще-то это не карась это бафала канад канадский вид карася которые зимой не зарывается выл который даже зимой клюет который летом клюет как дурной на все подряд но это не карась это бафала его и даже не обсуждаем а настоящий карась наш сибирский который называет золотой такой темный замшелый ночующий зимующий в илу на дне водоемов на дне этих озерок значит вот этот карась он очень вкусный в сметане его приготовить объедение причем не в той белый белый жижи которая в пачках продается в магазинах не цель и настоящая деревенская сметана которая на 50 процентов состоит из масла сливочного одну зажаренный карась зажаренный с лучком в деревенской сметане ну это просто объедение там соседям по одному карасику раньше в лопушок так завернут этого карася и при передадут вам угощайтесь там или два карася тебе и бабушкина возьми дима ну вот прибежишь этих карасей съешь объедение ну естественно как мой рыбал мой рыболовный азарт тут как вспыхнул значит бурный бурей возьмите мне тоже хочу возьмите меня на рыбалку на карася ну ты что надо вставать рано да без проблем я встану не вопрос бабушка разбудит ну а вставать надо было где-то в пять утра значит понимаете на карася вот я будильник поставлю просплю бабушка говорит добудила я тебя и будильник тарахтел ну короче где-то с полгода я просто не мог стать на следующий год значит уже я уже стал повзрослее говорю был у меня наставник такой очень умный человек хороший дядя толя и вот он все дядя то ли в этом году мысль я с тобой на карася обязательно дядя толя дядя петя значит ну и вот с мужиками значит все-таки стал я вставать и стала с ними ездить утром на карася в 5 утра и к своему удивлению то есть я на реке ловлю карасей ой ты скорее здесь значит нам красивым на озерце там среди кувшиночек значит шуметь нельзя прыгать нельзя бегать нельзя воду мутить нельзя хлюпать нельзя карась не клюет чего не клюет черви все те же самые дядя толи стоит изредка нет нет да вытащит хорошего карасика но оказалось значит нюансов очень много в этой рыбалке несмотря на то что карась как бы рыба не весь какая значит сложная особенно это трудно понять современным рыболовом которые ловят так скажем канадского бафала который вообще не привередливый значит наш сибирский карась и он во первых очень поздно просыпается очень поздно у него начинается клев но я имею ввиду поздно значит в июне не в мае а в июне когда вода прогреется хорошенько вот тогда начинается ну и фактически рыбалка идет буквально там пару месяцев в году когда у карася более-менее активный клев на этих диких озерах ну и все мужики ловит у меня что-то ничего не получается ну мне конечно терпения не хватало то есть я не мог там по полчаса стоять неподвижно не шевелиться не шуметь не не махать руками не перри закидывать удочку ой меня кажется клюет и снова хлюпать туда-сюда и я убегал на поля значит рядом с озерами значит советское время там садили горох значит еще какие-то культуры ну на поле удерешь эту гороха наешься пока поползишь а мужики кричат от озера милька идея у тебя уже червя карась съел идея скорее бегом беги карась попался но ради шутки посадят меня такого пятачка на крючок прибегу вытащу эту пятака ну вот такая преамбула преамбула значит карасины рыбалки а тема нашего ролика лучшая насадка на белую рыбу значит к чему я все это рассказываю рассказываю к тому что какой ключик я подобрал карасю спустя несколько лет то есть уже когда мне стало лет 15 когда я уже сам стал есть ездить на эти на карасины и озера по утрам в пять утра значит я стал понемножку ловить сначала конечно я стал разбираться к прикорм кей в прикормках в насадках и так далее оказалось что карась очень специфическая рыба и прикормку допустим такую пригодение сна современно рыболову знают нет что одна из лучших прикормок для карася это творог и толченые конопля на и семя тура чеканопля росла по всем огородам провели никто про эту коноплю значит ничего плохого не думал просто была конопля как сорняк ну и можно было насобирать этих сессии семечек растолочь они очень ароматные запашистые и с творогом смешать жмыха не было тогда у нас в сибири почему-то но если кому-то привозил привозили там салтая кусочек жмыха ну там еще щепотку жмыха семечек этих или просто сами добавляли толченые семена вот этот творог творог слеплялся в шары с коноплей со жмыхом и такими небольшими шаричками грецкий орех ну закидывал с прикормочкой очень хорошо действовала карася потом значит разобравшись с прикормкой стал перебирать насадки там червь такой червь не такой червя в постном масле червя сутки держать во мху чтобы он через мох проползал и через масло очищался и получал как говорится благородный запах и так далее и все вот это я пробовал тесто какие-то болтушки читал всегда я всегда очень к рыбалке подходил очень так скажем академически то есть всегда какую-то литературу обязательно отец мне подсовывал почитай на посмотри тут на посмотри тут как постоянно какие-то у меня альманахи были у меня в голове постоянно что-то варилась какая-то значит рыболовная каша значит все я соображал туда-сюда ну и пробовал там всякие разные насадки там тесто прочее прочее значит но оказалось что в принципе да на тесто неплохо клюет карась единственный недостаток этого этого кушания для рыбы что мы быстро размокает ну и стал как бы сейчас вы поймете как решается проблема значит как какого-то рыболовного метода то есть я понял что это болтушка из теста она очень быстро растворяется карась и очень легко сбивает я стал думать как сделать так чтоб карась быстро не сбивал ну оказалось что нужно добавлять масло обычное сливочное масло значит вот в это тесто втирать тогда но не так быстро будет растворяться в воде кроме того запах сливочного масла карасю очень нравится и не только карасю любой другой белой рыбе как я потом уже выяснил вот но все равно карась достаточно быстро эти шарики сбивал ну и самое банальное простое решение пришло в голову взять в это тесто добавлять небольшие слои обычные белые медицинской ваты то есть берем и значит при добавке вот это чуть-чуть ваты ну и небольшими слоями значит в это тесто закатываешь потом отрываешь щепоточку на крючок и проблема оказалась решена банально то есть масло не дает муке растворяться быстро вата не дает карасю быстро сбить приманку с крючка ну и блин я сразу вот как бы решив эти две проблемы моментально стал приходить с рыбой то есть у меня стал ловиться карась и я уже с гордостью пол бетончик а карасей крупных с ладошку значит уже стал приносить домой бабушки жарить вот так была решена рыболовная задача и так образовалась одна из лучших насадок для белой рыбы как я считаю почему я потом и проверил это в итоге значит я еще стал не просто тесто делать а стал использовать мякиш раньше были такие ароматные булочки значит но в советских магазинах хлеб пекли только советское время пекли только один единственный хлебозавод в городе и выпуска но они выпускались по всей стране эти кунцевские булочки они был такой тесто желтовато пряное и туда добавлялась ваниль то есть тесто было тесто но тесто на из которой делать булочки значит мякиш был ароматный желтый вкусный значит там была ваниль и вот как я делал эту насадку очень просто то есть прямо на рыбалке берешь эту ваню ванильную булочку мякиш чуть-чуть слюнишь кусочек сливочного масла размял или пожевал даже берешь ватку ну вот значит изобрел я эту насадку то есть грубо говоря ванильное тесто ванильное тесто смешанное со сливочным маслом и со слоями ваты ну из этого значит тесто рвешь шарички на крючок и любая белая рыба но великолепно ловится то есть таким способом значит я ловил и на поплавочную удочку и ловил и ельца у нас он называется чебак и ловил ну если тесто там уже такие бомбюхи налепливаешь без проблем то есть скажу даже больше что с тех пор как я изобрел эту насадку интерес к ловле белой рыбы у меня пропал полностью просто полностью то есть мне стало неинтересно ловить белую рыбу потому что она ловится вот таким способом на раз-два то есть потом я уже стал соединять к кормушки кормушка два поводка значит вот это тесто со сливочным маслом и с ватой забрасываешь колокольчик на спиннинг и всегда 234 изя приносишь уже вопросов все то есть вот такая вот на кто любители любителям ловить белую рыбу берите на вооружение пробуйте значит ну еще раз повторю нужно какое-то ванильное тесто это может быть обычные булочки ванильные ванильные булочки с намятые со сливочным маслом ну и берешь прям ватку слоями и вот так раздираешься в это тесто слой ватки слой теста слой ватки слой теста слой ватки значит и с этого комка потом отщипываешь насаживаешь на крючке держится очень хорошо сливочное масло не дает тесто быстро растворяться но в то же время сливочное масло притягивает рыбу запах сливочного масла запах ванили притягивает тоже белую рыбу прекрасно ловится то есть не надо заморачиваться ни с какими червями не смотрелем ничего я подозреваю что даже в зимней рыбалке этот метод можно применять вот это вот что касается лучшее из тех пор и я вот уже знаю что и самое смешное я смотрю люди ловят карпа на какие-то бойлы там покупают за безумные деньги значит что-то там мастерят значит то какие-то отводные поводки я вам скажу так что если вот использовать вот это тесто то карась я засасывает вот эту вату с тестом засасывает лучше любого бойлы засасывает лучше карпятники берите на вооружение любители ловли карпа любители не надо никаких бойлов покупать не надо бегать с лопатами копать червей то есть вот эту насадку белая рыба берет всегда и везде то есть и на реках проверенные на озерах проверено берите ловите я говорю что главное попасть туда где есть рыба на языке вертится вот все одна история как бы сейчас еще немножко в завершении расскажу ну на волге у меня есть дядя все живет здоровье дядя вот ну и приехали с отцом и нас это в советское время давно было еще бы мальчишка там лет 15 ну и дядя там значит с теткой тетушка тетя накрыла стол там все ну и самое главное блюдо для рыбаков жареный лещ тогда какой вкусный ой-ой-ой мы из сибири приехали оу да ломки такие да здорово ой-ой-ой-ой дядя сам ловил да сам ой-ой молодец а где ловил давно на волге ой-ой-ой классно-классно свозишь меня на рыбалку да конечно ссору ну давай ну и все время идет отдыхаем и делал уже уезжать скоро домой там через три дня ты обещал на леща-то свозить ну когда поедем ну давай завтра да поедем все встали утро моторку завели на волгу куда поедем он спрашивает блин ну давай лесогавань там что-то грузят бревна скидывают ниже по течению там чуть сторонки встанем за лесогаванью на донки с моторки леща полу ну давай я еще мальчишка тогда сильно не обращал внимание ну смотрю он там без большого энтузиазма так потихоньку ля-ля-ля ну встали моторку на якоря поставили под лесогавань глубина там метров 8-9 да может даже больше ну две донки был с кормушками с борта скинули и от каждой кормушки по два поводка на червя по моему-то голове ну и все мы под этой лесогаванью средь бела дня день обычный солнечный летний день на волне качает моторку это ну и бах-бах леща ловим да лечь такой крупный грамм по 500 по 600 под кило такие лещаки значит только сачком успеваем их подсачивать ну и рыбачили 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 значит к вечеру узнать приплываем на гаражи выгружаться блин два рюкзака к этого леща на фигачили сзади два полных рюкзака смотрю дядьки вот такие глаза блин понесли его чистить полную ванну высыпали там на засолку в гараж несем и дядька свой какая рыбалка какая рыбалка я говорю а чё так я говорю деда ну ты же чё первый раз что ли коры леща ложь о нет так я первый раз ловлю я говорю так а ты же вон мы когда приезжали ты же нам жарили жарили лещей вот таких полтора килограмма да ты чё это я в тоне у рыбаков купил они сетями ловят это мы купили чтобы вас поподчивать а понятно ну вот что могу сказать дорогие зрители дорогие подписчики моего канала значит смотрите эффективные методы проходите на бусти посмотрите испанский метод там где у вас есть жерех посмотрите этого жереха можно ловить проще паренные репы посмотрите как можно на вертушку с бомбардой ловить очень эффективно любители горных рек у которых миллионные подписчики но которые кроме поплавочной удочки ничего не знают зайдите посмотрите троллинг хариуса сплавом посмотрите простейший метод попробуйте половить рыбу строители моторок из пвх сейчас только смотрел на авито моторка больше двух миллионов пвх-шка с мотором с водометным я даже не буду не называть ни фирму не город ничего потому что это повсеместно ну это просто не подлежит обсуждение то что делают вот эти моторостроители не имеющие ни малейшей технической грамотности то есть любой инженер из любого нашего института который изучался промах мне за вам скажет нельзя соединять мягкое с твердым нельзя к стогу сена привязывать мотор на два лама это бред полный зайдите посмотрите у меня на бусте бесплатно выкладываю силовая рама для тяжелых моторов ну зайдите посмотрите если вы сами не можете сообразить я уже бесплатно даю ладно патент не у нас никто не покупает полная безграмотность но зайдите хоть просто бесплатно посмотрите и делайте эти лодки я уж не претендует это мне на авторство не на черт посмотрите метод и делайте в свою удовольствие продавайте за эти миллионы просто не делайте так же в глазах у то закрытие не смотреть на этот ужас на полную безграмотность ладно будем думать что все наладится будем думать что все наладится что все будет хорошо вот всем моим зрителям всем форумчанам еще раз говорю подписывайтесь проходите на бусте там выкладываю интересные методы которые вам очень пригодятся очень пригодятся то есть на мои ролики про цепы люди пишут ой спасибо 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 ну знаете у нас на востоке говорят спасибо в карман не положишь как бы на востоке принято мужчины спасибо денежкой делают если вы мужчина конечно проходите на пусть и смотрите буду выкладывание еще много много чего голове есть каких методов что вам стоит показать ну буду показывать проходите стараюсь я старые поднимаю свои методы старые свои наработки мы пытаюсь каким-то образом доносить до публики то есть 50 лет рыболовного стажа чего-то да стоит чего-то да стоит ладно всем пока подписывайтесь ждите следующих роликов будут очень интересные ролики за зиму ну склоняюсь скажу так склоняюсь все больше к тому что нужно в форме рассказов будут наверно даже какие-то рыболовные может быть даже чуть-чуть охотничьи рассказывать то есть ребята буду маленько менять форму буду выкладывать рассказы то есть посмотреть как ворочают тонны рыбы вы и у других посмотрите мне вот я вот уже сейчас рыбалкой занимаюсь просто для удовольствия ну так сказать конечно в холодильнике рыба есть холодильники все забиты рыбёхами которые я периодически готовлю который вам выкладываю рецепты свои смотрите пожалуйста но все больше почему-то тянет вспоминать рыболовные истории конечно поучительные то есть вот тот опыт как правильно себя вести на рыбалке как безопасно себя вести на воде как правильно организовывать свой поход путешествие то есть молодым рыболовам это очень важно знать почему потому что как у нас говорят на рыбалку главное не попасть главное с рыбалки вернуться то есть очень много правильных мудрых есть рецептов способов и навыков навыков рыбалки которые приходят только с годами вот этими навыками этими опытами буду делиться в своих роликах стараться рассказывать интересно но для меня в рыбалках игру уже часто не только рыба выходит пойманная на передний план но именно удовольствие от процесса рыбалки от грамотного процесса рыбалки от легкого процесса рыбалки от процесса рыбалка гладкого как шелковый путь то есть когда ты рыбачишь у тебя ничего не зацепляется не отрывает хочешь обловил травку хочешь это 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 то есть ну по возможности в своих роликах я это показываю как это делать показываю какие приманки интересные какие методы интересны значит но еще раз скажу проходите на бусте за совсем небольшие денежки там за копеечки смотрите значит интересные ролики и делитесь ссылками на эти ролики со своими друзьями всем пока до новых встреч с вами канал балоба это рыбалка